Пока у нас регионального оператора нет в городе Сарово, то и проблем никаких не было. Переполненные бункеры для ТКО, свалки мусоров Балыкова, провал инициативы с раздельным забором мусора. Вот уже больше двух лет, как по всей стране, действует новая схема обращения с ТКО. И так называемая мусорная реформа, по крайней мере в нашем городе, не принесла с собой ничего, кроме поднятия тарифов и недовольства жителей качеством оказания услуг. Перечислять проблемы, которые возникли с приходом регионального оператора по вывозу мусора, можно долго. Вот, например, сейчас будет лепо, да? Снова все мусоровозы, которые они возят в мусор, они все текут. Правильно? И вот, значит, сразу же все жители обращаются к управляющим компаниям, что они такие плохие, что они не могут организовать. А что касается бункеров по твердому отходу, ну это вообще просто, ну, конечно, все эти мусорные реформы. Часто эти бункеры переполнены, вокруг них грязь, вывозятся они не систематически. Однако, как отметили представители регионального оператора, заполнить их могут за одни сутки. Например, организации, которые занимаются вывозом строительного мусора, не хотят заключить договор на вывоз ТКО. Поэтому ночью сгружают отходы в бункеры во дворах. Вывозят эти контейнеры по заявку управляющих компаний, которые должны отслеживать их наполнение. В эти бункеры бросают огромное количество пищевых отходов, хотя предназначено они исключительно, еще раз хочу повториться, для крупного строительного мусора. Далее, заявки нам поступают от управляющих компаний, на следующий день этот бункер вывозится, производится сфотографирование до вывоза, сфотографирование после вывоза. Не решается в городе вопрос с раздельным сбором мусора. Что касается вывоза этого мусора из многоквартирных домов, то такое решение должны принимать собственники на общем собрании. Приняв решение о раздельном сборе, каждый дом должен самостоятельно обустроить контейнерную площадку. Здесь возникают сложности в силу имеющейся застройки, где практически невозможно оборудовать такие площадки. В зоне ИЖС решение о таком переходе принимает администрация. Специалисты муниципалитета считают, что это приведет к увеличению затрат домовладений и не торопится переходить на новую схему. В тестовом режиме муниципалитет опробовал раздельный сбор в городских общежитиях, но возникли противоречия в рамках различного трактования порядка вывоза мусора. По оценке регионального оператора, контейнеры, которые предназначены для раздельного сбора мусора, он должен вывозить по его оценке ежедневно. При этом мы в результате мониторинга понимали, что такой необходимости нет. Министерство экологии региона поддержало позицию администрации, но пока проблема не урегулирована. Вообще вопросов к региональному оператору было больше, чем ответов. Пока депутаты решили создать рабочую группу, в которую помимо народных избранников могут войти представители общественных организаций и управляющих компанией. Проработать эту тему и встретиться со специалистами МСК НТ уже в очном формате. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.